Всем привет! Сегодня 26 число, мы едем в Иркутск. По воскресеньям мы обычно в Иркутск не ездим, но у нас сегодня мы едем и к друзьям, и я еду по работе, у меня бизнес-тренинг в Иркутске. И одновременно едем к друзьям, они тоже выходные. И вот хочу показать, что кладут все-таки второй слой у нас асфальта. Я показывала в предыдущих видео, и мы с Борей думали, будут класть, не будут, но сейчас посмотрим там подальше, будут ли все-таки класть. Вот здесь два слоя асфальта положили. Скорее всего, будут. Стоят люди на дороге, кукуют, интересные. Стоят, стоят. Классно, кладут второй слой. Очень классно, что все-таки даже в селе делают так, аси на дорогу. Все картошку садят сегодня, а мы в город едем отдыхать, работать. Отдыхать, да-да, отдыхать. Не, ну и то, и то. И к друзьям же мы наконец-то едем. Сколько мы уже у них в гостях-то не были? Полгода, наверное, гостяк у них не были. Мы сейчас доберемся. И по работе я поеду, и оттокнем. Так что все вместе совместим. Мы остановились за селом. Зачем мы здесь остановились, кто скажет? За петарды! Мы купили Корсар Вольфем и Корсар 10. Это огромнейшие петарды. Мы такие взяли и в лес, чтобы медведей, если что, отпугивать. И волков и так далее. Проволока, да. Анюта сегодня не с нами. Боречка в машине. Давайте, ребята. Давайте, идите сюда. Только давайте, стойте, наверное. Стоим здесь, да? Вы нам, стойте. Давай, папа. Сейчас посмотрим, что это за... Боря, пускай в машине будет. Не надо его. А там нет машины. Он сидит. Хорошо, он даже, наверное, заснул уже. Сейчас папа взорвет. Это очень такая шикарная вещь. Какой это? Восьмой. Восьмой взрываем. Потом десятый. Давай! Посмотрим, какой грохот будет от нее. Папа, беги! Ого! Ох! Слушай, а что ж от десятого-то будет, а? Ой, вот она упала. Какие это было? Как вам взрыв? Долгер даже столько, конечно, поменьше. Мы почему здесь взрываем, потому что в селе коровы, животные... Боря, машина! Животные и коровы, поэтому мы не взрываем в селе... Ого! Да! Это такой! Мы в селе не взрываем петарды такие большие, потому что там коровы... Давай, давай, десяточка! Собаки будут бояться. Почти то же самое. Ты почувствовал разницу от восьмого и десятого? Я не почувствую. Восьмой даже сильнее, да. Вообще шестой самый сильный, мне кажется, из всех этих. Мне кажется, надо проверить. Шестой, восьмой и десятый. А мне кажется, шестой сильнее. Ну, восьмой мне больше понравился, чем десятый даже. А мне шестой, с этих больше вам нравится. Шестой вам нравится? Да, потому что он сильнее. Надо еще сравнить шестой и восьмой. Короче, мы, ребята, взяли эти петарды для отпугивания животных и просто вот иногда вот так вот повзрывать. Все, садимся, едем дальше. Все довольны, все счастливы. Мы едем вдоль трассы. Видите, деревья начали сохнуть. Это там, где был пожар. Поумирали деревья. Засыхает хвоя. Все, умирают. Желтеют деревья. Прям вдоль трассы. Едешь, едешь. Где-то более-менее выжили. Только кора обгорела. Тут нормально. А вот дальше сейчас, видите, так по трассе. Вот это здесь были пожары. Здесь перекрывали дорогу, когда у нас пожары были. И люди не могли добраться ни в село, ни из села. Общастники перекрывали дорогу и все. Не пускали ни туда, ни туда, потому что здесь было столько дыма. И столько прям огонь к дороге был. Подходил, есть фотографии, есть видео в интернете гулять. Тут видите, сухие деревья. Все. Вот это деревья здесь не будет. Они попадают, поотмирают. Пока отрастут новые, то сколько времени будет. И туда вглубь. Тут не видно. Вглубь. Все сухое полностью. Да, поотмирало. Смотрите. Километры выжженных лесов. Вынет сухостой. Да. Ну, может, насеяться. То, что насеялось, выжило, начнет расти молодняк. Но через сколько лет он такой будет большой? Через много. Что-то он танцует под музыку? Детки развлекаются. У меня светофор. У меня светофор. Приехали мы к друзьям. О, привет. Я смотрю, вы все разобрали. Ребята дом собрались, строили. Начинаем шоу дом 2. Да, я так и поняла, что шоу дом 2. Вы здесь все-таки решили, да, маленький домик построить? Здесь. Потому что у ребят дом в аварийном состоянии, поэтому строить будут. Вот так вот. Когда мы уже, скажи, начнем строить? Птем, не знаешь новый дом? Когда рак свистит. Привет. Ты поспал в машине? Давай, развлекайся. Только туда ходить нельзя, там гвозди. Давай здесь где-то топай. Прям вообще так хорошо, когда начал ходить. Себе ходит сам, все расследует, все исследует. Ажиотаж, футбол, футбол. Это друг Игвова. Я сейчас не посмотрел такой мяч. Оля себе тоже занятие нашел. Нас здесь супчиком накормили. Сейчас ребята будут кушать. Мы уже покушали. Ребята будут кушать. Пока суп остывал, мы свой горяченький съели. Теперь у ребят суп остыл. И они садятся кушать. Боречка покушал у нас маленький. Скажи, да, Боречка маленький покушал? Да, скажи, супчик. Теперь я играюсь, пока все остальные садятся кушать. Да. Что значит мальчишки играются? Мы тут смеемся, говорим, закончат они игры, короче. Один будет с подбитым глазом, второй с разбитым носом. Как время проводили? Прекрасно. По-мужски. А что было? Не помним, но так хорошо было. Не, ну надеемся, что ни у кого ничего подбито не будет. Но вот у нас дома так мальчишки время проводят. И Вова в их компанию тоже вписался очень красиво. А я спокойной игрой занимаюсь. Мне пока ваши, скажи, бои не устраивают. Вот так вот, скажи, да? У нас тут свои игры. Борян, бой. Интересно тебе? Да. Такой серьезный, он тут изучает. А он изучает, когда едешь, он так стреляет. Он так едет медленно и смотрит, что ж там стреляет. Да, Сина? Оставил у меня Боря в торговом центре Лисиха. Иду я в офис по работе. Ой, вот так вот. Я уже показывала, когда-то здесь была. Красивый такой центр. Завар рабочий материал. У меня здесь бизнес-тренинг будет. Снимать его не буду. Ну и потом с Борей поедем дальше. А мальчишки поехали с Борей. Короче, здесь семейная пара есть. Они отдают нам иногда разные вещи. То есть, и сейчас они там говорят, то ли магазинчик какой-то закрыли, то ли что. И вот говорят, заедите, заберите. Там и хоккейные какие-то флорты есть. И, ну, мальчишкам. И, ой, это мы не туда, наверное, приехали. Да, сходим. Так, 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 так. Давай четвертый этаж. Четвертый. Мы тут ищем офисы. Вроде бы четвертый был или какой. Сейчас будем искать. Ну, короче, поехали за вещами. Потом покажем, приедем домой, что взяли. Что отдали нам. Зашла в магазин. Хочу купить пятновый водитель. Тоже провели здесь презентацию. На тренинге побыла. Здесь у меня тоже два человека. Не хочу их снимать. Тоже со мной были на презентации. И сейчас Боречка за мной приедет. Поедем дальше. Забрал меня Боречка. Купила я себе, ну, себе, в семью пятновый водитель. Сейчас покажу, какой. Потому что бывает такое, что пятно поставишь. Нужно именно вывести. Хочется делать это нормальным препаратом. Не, не препаратом, как это правильно выразится-то. Правильно. Средством. Средством. О. Зашли мы у нас в машине есть еда. И зашли мы еще купили немножко рыбы, картошки. Сейчас это все будем кушать. Я себе кошелек купил. Папа себе кошелек вернешь. А-а-а. Где, где, где? Покажи. А я поняла. Тань. К рыбе у нас будет чай. Будут коктейли у нас. О, давай покажу, какой купила. Вот такой. Купила Fine Effect. Дресс. Пятновый водитель. Очень классный. Женщина в магазине говорит, я им вывела себе краску. Джинсами села на краску. На лавочку, которую покрасила, домой пришла. Но им нужно правильно уметь пользоваться. Здесь инструкция, короче, как пользоваться. Очень экономный, потому что очень большая бутылка. И у нас коктейли. Где наши коктейли, кстати, которые с нами были? У нас были с собой еще вот коктейли. Да. Сейчас мы попьем коктейли. Прямо они нас выручили, потому что... Ну, нам это дешевле обходится, когда мы коктейлями питаемся. И нам нужно по-быстрому сейчас. Быстро поели и поехали домой. А лимонное печенье? На дыню. Все. Лимонное печенье? На лимонное печенье. А, сейчас выйду, покажу уже еще кое-что. Пока я была на работе, так сказать, что Боречка загрузил к нам в машину. Боря говорит, потом покажешь, потому что у меня и здесь, и в багажнике, и в машине. Дома сейчас приедем. И прямо сейчас я вам все покажу, как приедем домой. Прямо Боря все это выгрузит. Я подробно не буду показывать, но саму суть покажу так, поверхностно. Потому что очень много всего. А это нам отдали жимолость куст, ребята, наши друзья. И клубнику нам отдали, потому что они дом строят, и некуда им пересадить было. Вот так выглядит машина сверху. Скорее всего, все покупочки, которые мы сделали, вернее, покупочки, и покупочки, и не покупочки. Короче, все, что нам отдали, сниму уже завтра. Мы разберем, потому что темнеет, во-первых. Во-вторых, уставшие. Для вас это будет продолжение этого видео, а для нас это будет завтра. Потому что уставшие. И ничего сегодня уже снимать не хочется. В общем, вот столько они помимо дивана вещей отдали. Здесь очень много вещей, которые не для нас. Маленькие, например, на девочку, еще на что-то сказали. Просто отдать кому-то. То есть из-за того, что у нас знакомств много, ну, как бы сказали, вот отдать. Кому-то, если что-то не понадобится. Вот здесь тоже. Обувь. Много обуви. Вот. И вот здесь будем все это разбирать.